Однажды в музее Савята не очень любят сладкое, но все-таки я, наверное, попробую твои творения. А из чего ты их делаешь? Из сухого молока, тертого печенья и сгущенки. Смотри, я все смешал, беру одну ложку и скатываю шарик, а внутрь кладу орешек. М-м-м, вкусно! А я видел, как делают настоящие конфеты на кондитерской фабрике. Мои что ж уже, не настоящие что ли? Твои замечательные, Андрейка, но ведь разновидностей конфет очень много. И на специальной фабрике их делают по особым рецептам. Вот бы узнать какой-нибудь старинный рецепт. Я думаю, его нам могут раскрыть в музее истории шоколада и какао. О, я хочу в него попасть! Обожаю шоколад! Да, в шоколадное путешествие мы с тобой еще не отправлялись, Андрейка. Ну что, полетим в этот музей? Конечно, полетим! Как раз угощу там всех своими конфетами. В гости ведь с пустыми руками не ходят. Ну и хорошо. Я достаю мое волшебное перышко. Сейчас оно нас перенесет в музей. Держись! Ух ты! Смотри, какой Мишка! Он что ли из шоколада? Да, он из шоколада, повеет Андрейка и Шуша. Ой, простите, мы вас сразу не увидели. Здравствуйте! Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Рад вас видеть. Вы попали в музей истории шоколада и какао. Сокращенно Мишка, поэтому фигуры большого шоколадного Мишки встречают наших гостей. Мишки любят сладкое. Это известно всем. Но шоколад им, наверное, вряд ли понравился бы. Да ты что, Шуша! Это же такое лакомство! Шоколад! Ничего слаще на свете не бывает! Но, Андрейка, шоколад ведь не сладкий. Как это не сладкий? Ты что, никогда не ел шоколадок? Андрейка, ведь Шуша прав. Сам по себе шоколад не сладкий. Его делают из какао-бобов. Он становится сладким при добавлении сахара. Я знаю, что какао-бобы растут на дереве. Выходит, что есть такое шоколадное дерево? Да-да, называется оно какао-дерево или теобромо-какао, что означает пища богов. Растет в жарком и влажном тропическом климате. А родина его – далекие земли Центральной и Южной Америки. А у нас в музее есть зал, посвященный цивилизации майя, которые жили там. Именно этот народ одним из первых начал готовить напиток из плодов этого волшебного дерева. Цивилизация майя? Как это давно-то было! Да, считается, что напиток из какао-бобов начали готовить около четырех тысяч лет назад. Вот это дерево! Какое оно необычное! Плоды растут прямо от ствола! Да, это то самое дерево, о котором я вам говорил. Плоды собирали, разламывали и вынимали оттуда какао-бобы. Затем их высушивали на палящем солнце и превращали в совершенно необыкновенный напиток. Посмотрите, как здесь интересно. Это зернотерка, называется метаты, для превращения какао-бобов в маслянистую массу. Ведь они наполовину состоят из ценного и полезного какао-масла. Добавляли в эту массу воду, дикий мед и острый перец чили, после чего разливали в глиняные чаши. Дмитрий, скажите, я вот много летаю, а нигде в нашей стране не встречал какао-дерево. И в соседних странах не видел его. Так где же оно растет? Все правильно, Шуша, потому что оно не растет у нас. Ведь для него нужен тропический климат, жара и влага. У нас такого климата нет. Какао-бобы в Европу повезли конкистадоры. Приглашаю вас совершить путешествие через океан на борту самого настоящего корабля конкистадоров. А кто такие конкистадоры? Шуша, ты что не знаешь? Это же пираты! А вот они, пираты. На самом деле, это испанские и португальские воины. Но многие из них раньше были пиратами, а потом пришли на службу в Испанию или Португалию. И стали воинами-завоевателями и покоителями новых земель. Земель нового света. Так называют Америку. И вот один из таких конкистадоров, а звали его Эрнон Кортес, попал на эти новые земли для того, чтобы захватить их и разграбить. Земли были очень богаты золотом. Но кроме золота, там еще был и другой ценный товар – какао-бобы. Он распробовал напиток, который приготовили древние индейцы. Напиток ему понравился, он решил вывезти этот напиток в Испанию. Но не сам напиток, а какао-бобы, из которых его готовили. Так какао-бобы и попадают в Европу. О, смотрите! Это настоящий нос корабля! Да! Здесь можно посидеть на странных мешках и даже полюбоваться бескрайним океаном! Это не просто мешки. Они наполнены самыми настоящими какао-бобами. Именно так они впервые добрались из Америки. В Испании внутри одного из таких кораблей. Назывались они каравеллами. А что это за созвездия на небе? Так были расположены звезды в ту самую ночь, когда конкистадор Эрнан Кортес отплыл от берегов Мексики, чтобы подоить миру шоколад. Дмитрий, скажите, а в Россию тоже Эрнан Кортес привез шоколад? Нет. Испанцы были большими хитайцами и очень долгое время хранили тайну и цепь от шоколада. Но когда в остальных странах Европы узнали о нем, напиток добрался и до нашей страны. А было это давно еще при Алексее Михайловиче, втором русском царе и отце Петра Первого. И что, шоколад сразу всем пришелся по вкусу? Конечно. Ведь шоколад первое время считался лекарственным напитком. Его даже продавали в аптеках. Но это вкусное, бодоящее, приносящее радость лекарство. В нашей стране трудились кондитеры из разных стран. Они построили кондитерские фабрики и стали выпускать плитки шоколада. Для такого изысканного продукта создавались еще более изысканные шоколадные салоны, где можно было не только купить сладость, но и выпить чашечку горячего шоколада. Также в таких шоколадных салонах можно было купить ноты. Ноты необычные, и назывались они по-сладкому. Например, шоколадный вальс или кекс-галоп. Можно было купить такие ноты и сыграть дома эту замечательную сладкую мелодию. Однажды в музее. Дмитрий, скажите, а как назывались наши первые шоколадные фабрики? Раньше все шоколадные фабрики называли по фамилии тех людей, кто их создал. Были, например, фабрики Абайкосова, Эйном и Ленов. Потому что и основали их Алексей Абайкосов, Фердинанд Эйном и Сергей Ленов. Как здорово! Когда же в нашей стране стали делать конфеты из шоколада, которые я так обожаю? Первые плитки шоколада и шоколадные конфеты появляются примерно полтора столетия назад, во времена, когда и создавались наши любимые кондитерские фабрики. Посмотрите, здесь видно, как выглядели шоколадные фабрики более ста лет назад. Какие большие и красивые раньше были фабрики, какие огромные и просторные цеха, где делали плитки шоколада. Но работали там только вручную, делали все только руками, не было никаких машин. Да, интересно. А, вот шоколад, который делали на этих фабриках. Но ведь он такой же шоколад, как и сейчас. Вот только коробки другие, железные. Да, это так. Как только научились переносить цветные изображения и картинки на железо, сразу же начинают выпускать металлическую упаковку для сладостей. Она многие годы могла находиться в семье, напоминая о прекрасных конфетах, которые когда-то были в ней. Еще необычной была и клама из шоколада. Ее красочности и привлекательности мог бы позавидовать даже павлин с его красивым разноцветным хвостом. Ха, павлин! Дмитрий, скажите, пожалуйста, а мы можем сами посмотреть, как делают настоящие шоколадные конфеты? Это вы сейчас сами и увидите. Надевайте красивые белые халаты и шапочки. Ой, я еще никогда халат не надевал. И шапочку. Ой, Шуша, ты такой смешной, как маленький доктор в этом халатике и шапочке. Правильно, это для того, чтобы волосы с одеждой головы не попали в конфеты из шоколадки. Все должно быть чисто и стерильно. У нас на фабрике все, кто входит в рабочий цех, надевают эти особые костюмы кондитеров. Ой, уже так шоколадом пахнет. Какой сильный аромат. А вот эта лента, что, она сама едет? Шуша, ты разве не знаешь? Это конвейер. Правильно, поэтому к конвейеру ползет конфетная масса. Это то, что потом обольют горячим шоколадом, заглазируют, охладят и отправят на упаковку в коробке. А вот тут начинаются самые настоящие чудеса техники. А, эти железные лапы сами берут конфеты. Андрейка, я боюсь, вдруг они меня схватят. Да не бойся, Шуша, это же просто робот. Правильно, Андрейка. Это специальные упаковочные руки роботы. Они умные, и у них есть глаза. Они видят конфетки на конвейере и присоской хватают их, чтобы потом положить на свое место в коробке конфет. А вот в конце остались две конфетки, не завернутые. Можно их съесть, Дмитрий? Нет, Шуша, здесь нельзя. Но я угощу вас разными конфетами. Вы сможете взять их с собой и попробовать дома. Ой, хорошо. Вот спасибо. А я ведь тоже принес вам в подарок конфеты. Эх, сам делал сегодня утром. Как поярно. Какие красивые конфеты. Спасибо тебе, Андрейка. Дмитрий, а вы не могли бы раскрыть нам хотя бы один старинный проверенный рецепт? Мы так хотим с Андрейкой приготовить сладкое угощение сегодня на праздник. Можно сделать марципановые конфеты, как их делал шоколадный король Алексей Байкосов. Взять миндаль, сахар, примолоть их так, чтобы получилась однородная масса. По твердости похожая на пластилин. Ведь не даром марципаны называют сладким пластилином. Можно добавить в него фруктовых или ягодных соков для цвета и вкуса. Если пить, например, шоколадного мишку, ну, совсем шоколадного, марципанового, ну, можно его потом облить горячим шоколадом. Вы знаете, что даже есть такая мелодия, называется шоколадный вальс. Прямо как шоколадный мишка. Однажды в музее. Спасибо, Дмитрий, за такой рецепт. Мы обязательно с Шушей сделаем марципанового мишку в шоколаде. Да, хотя это будет непросто, но очень интересно. Так жаль покидать ваш музей. Но нам пора возвращаться домой. А вы приходите к нам еще. В следующий раз я покажу вам мультфильм о путешественнике, который открыл Америку. О кошке Аси, знавшей Азбуку древних индейцев. Заглянем в гостиную особняка шоколадного короля Байкосова. На ракете отправимся в космос. В космос? В самый настоящий космос? Ой, мы обязательно придем, правда, Шуша? Конечно, в космосе мы еще не были. Конечно, Андрейка и Шуша, приходите к нам еще. Наш музей называется Мишка, я вам напомню. Вы приводите с собой друзей обязательно. Ждем вас в гости. Спасибо, мы обязательно придем. Да, мы придем обязательно, нам очень понравилось. Дмитрий, а вы обещали нам конфеты на прощание. Вот они, Андрейка и Шуша. Это самые настоящие шоколадные конфеты. Сделаны они вручную нашими мастерами наших любимых фабрик. Угощайтесь и угощайте друзей. Спасибо огромное! Спасибо! Ну что, Андрейка, пора домой? Полетели? Давай держись крепче и конфеты смотри, не рассыпь. Ничего, ничего, Жуша. Я вот сейчас одну разверну, попробую. А больше я трогать не буду, ведь надо друзей еще угостить. Андрейка, оставь мне одну конфетку. Я ее съем, когда мы вернемся домой. Ну что, летим? Летим!